добрый день дорогие друзья сегодня хочу вам показать немножко свою работу которую я сейчас тут буду делать вот а что я делаю шью crazy ну crazy я хочу в общем я решила сшить себе лоскутный жилет вот насмотрелась канал диктанты веры борисюк у нее там такие чудесные жилеточки классные такие простенькие без всяких затей но у нее там правда все это из хлопка шьется у меня тут хлопка мало мне тут плательная ткань там с добавлением синтетики полиэстера там вискоза в общем все подряд вот вот решила попробовать что у меня получится еще по осени еще по осени я шила себе жилетку на ее такую темненькую шила обыкновенную на работу мне надо было вот а теперь хочу поярче что-нибудь сотворить вот сейчас вот наколола я все накалываю потому что ткани нестабильные сейчас прострочу и буду проглаживать прострочила и вот у меня есть большие куски вот этих вот тканюшек которыми я сейчас пользуюсь есть большие куски но я как-то решила сразу начинать с мелких мне хочется чтобы такое мелкая крылья начиналась вот работа будет большая потому что жилет представьте чтобы такое мелкая яркая типа калейдоскопа прям было попробовать не знаю получится но я надеюсь что получится все так как мне хочется сейчас вот обрезаю дальше прострочу поскольку я ни разу не швея это так все чисто для себя вот пробую что у меня получится будете видеть сами выкройку я сделала из своей грузочки распорола ее потому что она мне уже не нужно и вот из нее решила построчить что у меня получится ну вот сейчас вот будете результат видеть вы вместе со мной что у меня получилось так видите какие ткани ноты тянутся ползут и все такое прочее но все равно мне надо мне надо с них сшить потому что мне вот эта цветовая гамма нужно который который вот сейчас я работаю мне вот такая цветовая гамма нужно вот сейчас вот прострочим обрежем лишнее и все будет нормально в общем я собираю crazy и потом вам показываю что у меня получается так девочки сейчас хочу вам показать шила шила я шила шила короче шила вот такую половинку себе вот показываю поближе половинка большая надо было мне камеру в руки взять но уже так ладно установила вот смотрите вот тут у меня crazy сначала вот а дальше пошло у меня уже такой типа волнистый петч варк вот шила я его первый раз посмотрела на канале у гелы чары как вот она это объясняла и решила попробовать но мне кажется нормально получается удачно вот и расстрочила все это дело вот прямой строчкой на ширину лапки это у меня лапка была верхний транспортер подкладочная ткань мне вот такая вот клеточка вот покажу посмотрите вот здесь я строчу с этой стороны нитками в тон этой клетки вот а с этой стороны нитка вот такая красная решила красную так что у меня в прослойке прослойки у меня вот такой вот хлопчатобумажный ватин это я покупала в хозяйственном магазине это как ветошь нормальный такой тоненький но я решила в один слой жилетки использовать вот тоненький в один слой я не знаю сколько тут на миллиметра 3 может 4 не больше я думаю вот вот такая вот одна половинка вот такая вот у меня вторая половинка она немножко поярче у меня получилось она вот просто полосами идентично точно так же все одинаково вот что хочу дальше сказать вот начало я собирать спинку спинка уже пошире большая деталь получается вот такая вот тут немножко вот я не проклеивала на дублерин тонкие ткани но это все будет нормально не обращайте внимание потом когда я на ватин простегаю и все будет замечательно когда стягаешь надо вот так вот все время перед каждой строчкой немножко вот так вот растягивать и вот вверх-вниз вверх-вниз вот так вот при посаживать так вот скажем хочу показать смотрите вот здесь я тоже вот crazy шила до crazy шила а здесь дальше уже низко да тут уже еще и пошире какой crazy неохота большие уже такие полосы брать я решила тоже сделать волнистый петчворк вы просто хотела показать может быть кто-то первый раз на что заострить внимание мне нужно немножко чтобы здесь было пошире шло и поэтому я здесь выступ делаю на эту сторону делаю выступ вот подкладываю эту тканюшку под нашу заготовку вот так вот здесь минимально оставляю можно прям даже почти ничего не оставлять потому что эта часть она никуда не пойдет это выброситься поэтому прям вот минимально оставляю вот так вот прямо чтоб неудобно было вырезать вот обе ткани должны лежать лицом к вам к вам лицом чтобы немножко не сползло я вот так вот приколю сейчас этот лоскут который вы вы будете вырезать этот лоскутка на который вы уже шьете вернее квилт не квилт заготовка вот и строго вот по этим линиям я вырезаю что еще хочу сказать что я еще делаю если я например здесь вот смотрю откуда я начинаю резать вам не видно я смотрю на камеру так вот смотрите вот откуда я начинаю ли что потом когда я начну пришивать этот кусочек чтобы не было видно откуда я должна начать его пришивать я вот так немножечко себе делаю заметочку в эту заметочку мне оказалось не видно мыльцем сделаем вот в общем продолжаю вырезать вот таким вот образом режу режу все волны соблюдаю вот так сделаем раз кусок все теперь я эти иголочки убираю я накалываю потому что у меня ткани вот эти вот они нестабильные поэтому я накалываю теперь что мы делаем вот этот вот тот правый кусочек правый кусочек мы его накладываем сюда изнаночкой получается лицом к лицу и вот начиная от этой метки которую я сделала себе эту меточку вот она меточка если плохо видно вы можете себе на телефоне потом или на камере там на компьютере приблизить я вот так вот просто вот так вот сейчас вот приколю иголочками более опытные конечно могут и не прикалывать я прикалываю потому что здесь вот еще эта волна идет метод спокойней вот сейчас вот так вот все приколю соблюдая все вот эти вот волны вот так вот прямо выкруживая как вот надо как вот оно должно идти полностью сейчас приколю и покажу вам что у меня получится когда я прострочу ее а вот девчонки смотрите вот я иголочки уже сняла вот прострочила я этот шовчик видите иголочки сняла и вот он так вот ровненько хорошо лег сейчас я еще его немножечко так голодану проглажу про утюжу как там как хотите так и скажите от этого суть не меняется вот такой получился вот у нас вот зигзаг волна такая получилось ну интересно получается мне нравится вот на предыдущих деталях я вам показала все теперь если мне следующий раз значит надо придется продолжать опять волны делать потому что вообще немножко хочу как бы так развернуть постепенно буду разворачивать посмотрим сейчас мне надо будет вот эту вот детальку сюда я не знаю какую я еще сейчас выберу возможно наверное синий цвет синие брючки у меня есть вот но не хочу я чтобы у меня здесь был прямой вот такой угол естественно я немножечко вот так вот сделаю так скос вот так вот как то вот так вот будет у меня это немножко тоже срежу чуть-чуть и вот это вот так же точно сейчас приложу и выровняю конечно вот этот вот метод скажем так он дает больше возможностей больше возможностей и вот этот как продолжение получается crazy потому что когда мы crazy съем по кругу по кругу по кругу потом приходим к такому моменту когда уже там по кругу не получается или огромные такие надо вы выкраивать или что там уже не получается поэтому вот это вот выход именно вот сейчас вот точно так же опять же как предыдущую полосочку немножечко наколю так вот получится у меня даже вот так чтобы поэкономить немножко что же мы будем совсем так попала расходовать ткани и вот такой вот сделаю но сейчас если я хочу немножко сделать поворот как бы чтобы выравнивать вот слегка уже потом не горизонтальные чтобы у меня линии шли а как бы вот так вот чуть-чуть вот и кстати мне сюда надо выдвинуться я ведь чуть не забыла сантиметров на 5 потому что тут будет пройма вот так вот где-то да и я вот так вот вот вырежу вот так вот вот так вот и вот так вот наверное вот так вот да сделаю такой немножко побольше кусочек все пробуем дальше так сейчас тесно на столе поэтому приходится как-то ютиться чтобы тут вот рядом и утюг рядом и машинка стул хоть и раздвинутый но все равно он небольших у меня размеров вот и поэтому чтобы ничего нигде не подвинулась вот приходится немножечко себя контролировать так скажем вот что мы имеем теперь поворачиваем на что все вам видно было да я боюсь что тут будет все сливаться синим цветом да ну постараюсь вот значит если нам надо продлить мы будем продлевать и вот таким вот образом я опять вырезаю строго по моей линии немножко прихвачу чтобы заодно выровнять вот так 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 здесь мне достаточно будет на это сама сойтись на край прямо так что мы опять делаем я опять что делаю я опять тут намечаю себе мылка здесь намечаю все сейчас иголочки снимаем аккуратненько так и опять же посмотрите я разворачиваю и теперь опять лицом к лицу совмещаю вот эту вот полосочку которую мне здесь и опять лицом к лицу я ее прикалываю соблюдая все вот эти линии аккуратненько когда не сильно крутые волны тогда конечно но как-то меньше иголок проще а когда вот здесь вот такой вот получается зигзаг чтоб такая впадинка здесь надо вот прям почаще иголочки ну по крайней мере на моих тканях потому что у меня ткани вот это нижняя черная и красная яркая нестабильные вот остальные все ткани у меня они все нестабильные поэтому они все туда-сюда гуляют вот меня не нашлось под рукой дублерина никакого не ничего такого чтоб проклеить поэтому решила вот так вот чтобы не откладывать работу в дальний ящик но на стёжке это не отразится ничего верни после нас на изделие после стёжки все как-то становится на место и я думаю чтобы должно получиться нормально так все смотрите теперь вот у меня все приколото сейчас я это все прошью и опять будет та же самая картинка вот в общем все дальше потом вам показываю что у меня получается ну вот девчонки закончила я собирать спинку и уже сшила все три детали просто вот хотела вам показать что вот этот вот волнистый петчхак смотрите большие возможности у нас открывается даже вот такие вот скажем когда такие смотрите вот финты как говорят мои внуки можно вшить спокойненько и все нигде ничего не тянет нигде ничего не мешает это уже у меня простегано и все на ботинках я вам говорила такая вот спинка на самом деле сейчас я вам разверну покажу вот это уже я уже собираю но их еще как говорится работы очень много вот эта вытачка была вырезана сшита и вырезана самая грубая такая часть и сверху вот зашита вот такой вот бейкой но сложность была в том что у меня вот эта ткань которую я выбрала для бейки она них обычная на какая только оплатильная я не знаю что похоже на как раньше штапель был на немножко там что-то такое добавлено шелковистость какая-то поэтому как бы она ползет аккуратнее надо ее собирать и это вот вытачка такая вот боковые швы тоже я уже сделала вот смотрим боковой шов вот и здесь также боковой шов но тут уже на все что теперь теперь значит у меня вот здесь плечевые швы сейчас я это подпорю наметку вот это немножечко срежу бугра такого не было и здесь такой же бейку пришью клет это в горошек вот потом это вот все про строчу и вот так вот все это разложу аккуратненько я здесь делаю как я вот раскладываю просто проглаживать этого мало потому что это все тонко я раскладываю потом но строчу потом раскладываю потом вот выбирая немножко здесь вот этот ватин ножницами насколько можно ватин выбираю чтобы толщину уменьшить как можно больше потом прям ставлю иголку сюда в середину шва и таким зигзагом строчу зигзагом аккуратненько у меня нитка в шпульке черная а так как у меня подклад видите какой и нормально ничего не видно я вот здесь вот вот боковой шов видите слегка заметный этот зигзаг но по крайней мере вот эту толщину он придавливает немножко после того как я про строчу это все зигзагом потом я уже вырезаю ту бейку прикладываю сюда вот и пристрачиваю я себе нарезала таких шаблончиков смотрите два сантиметра три сантиметра два с половиной и потом вот бейку такой вот вот например вот например вырезаю и вот какой мне надо вот сюда вставляю и аккуратненько и и так вот заглаживаю чтобы мне удобнее было потому что ползет все вообще выскальзывает хоть я и метаю но все равно лучше предварительно прогладить вот на таком этапе сейчас я нахожусь продолжаю работать ну вот девочки закончила я свою жилеточку вот такая она вот у меня получилось показываю вам на ваш суд смотрите когда я ее уже почти собрала это как для ногу мама дорогая такая пестрая вот я решила ее немножко сделать построже и вот эту черную планку вывела черную планку и вот такие вот кармашки черные изначально я планировала в горошек тоже также как горловина вот проема и низ думала также планка будет в горошек и карманчики гармош горошек об виду но потом подумал что сильно пестро думаю дай-ка я на немножко строгости добавлю мне повезло что эти брюки были вообще новые и выпадов никаких не было это вот ткань напоминает как раньше знаете этот крем плен трикотин вот такой вот было трикотин он мягковатый вот это вот все таки так немножечко поплотнее вот и карманчики все новенько я просто вот подогнула и подшила вот так вот получилось ну и вот планочка такая шлевки тоже кстати с пояса от порола с пояса и брюки готовы уже шлевочки пришила в общем упростила себе задачу такие вот публички внутри все вот такой вот клеточка одинаковая вот такой вот получился жилет но я сейчас попробую конечно на себя примерить но качество съемки конечно помощника у меня нету я одна дома поэтому вот как получится так получится давайте посмотрим вот девочки показываем на себе мальчики со спины облегает прилегает как мне и хотелось сейчас внутри покажу внутри вот так вот все чистенько все зашито все хорошо вот такая вот была работа мое видео заканчивается мастерам и мастерицам огромное вот такое вот спасибо за советы я пока прежде чем шить вот эту жилетку и гелучару смотрела жилетки и веру борисюк особый акцент и на канале катерины шефер очень подробно они они описывают свою работу поэтому вот даже я не швея смогла себе пошить вот такой вот вещи девчонки легкая воздушная приятная все прям не нарадуюсь так что шейки но моим зрителям всегда вот такое вот большое спасибо с благодарностью с уважением всем пока пока заходите почаще на мой канал